Прежде чем встречаться с экспертами по недвижимости, мы отправляемся на пляж. И нетрудно догадаться, здесь тоже нужно платить за использование шезлонгом. Например, под зонтиком еще дороже. Не значительно. Ну, допустим, в прошлом году здесь был шезлонг, стоил там 80 гривен на дельфине. Сейчас, ну, там, какой-то ценовая политика 80, сейчас 100-120. В этом году, как, впрочем, и в прошлом, в Одессе процветает так называемый туризм выходного дня. Люди едут на уикенд, днем искупаться, а вечером погулять по историческому центру. Совет главы агентства по развитию туризма Марьяны Олейскев отдыхать за городом и подальше от людей в родных городах мало кого задерживают. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма уголкам страны. Приехала из Барвенково, Харьковская область. Честно, собралась за один день, собрала сумку и приехала, потому что три выходных. Но, тем не менее, мы видим постоянные всплески и увеличение количества людей, которые приезжают именно на выходные, на праздники, в будние дни. Мы видим, что все-таки есть определенный отток, люди уезжают. Но сколько же стоит отдых в Южной Пальмире этим карантинным летом? Цены на аренду жилья у побережья – актуальный вопрос. Номер в отеле с хорошими условиями обойдется в сумму от 1000 до 2000 гривен в сутки. Тенденции к подорожанию аренды в пик туристического сезона сейчас нет. Цены на жилье плюс-минус на уровне прошлогодних. Спрос и так сравнительно невелик. Можно в Одессе поселиться в хорошем отеле 3 звезды и даже 4 звезды с двумя завтраками. Можно поселиться даже 50 евро. 40-50 евро можно поселиться без проблем. Сейчас сложно в выходной день человеку, который приезжает, найти сразу же себе квартиру. То есть нужно планировать поездку в Одессу за несколько недель и заранее бронировать, потому что хороших мест возле моря, где-то в нормальной локации, их просто не остается. Совет. Одесса – это не край географии, поэтому стоит обратить внимание и на окрестности города. Экскурсий в Одесской области также предостаточно. Мне нравятся сейчас авторские экскурсии в близлежащие районы Одессы. Этим плотную занялись. Это классный вид туризма. Он будет развиваться. Это такой эко-зеленый туризм. Это такие вкусные уголки Одесской области. Я бы очень рекомендовала ездить туда. Впрочем, несмотря на то, что туристов пока не так много, как могло бы быть, планировать путешествие нужно как минимум за пару недель до поездки. И стоит учесть, выходные спрос на жилье у моря растет. Как бы то ни было, в этом сезоне Одесса, вероятно, станет туристическим флагманом страны наряду с украинскими Карпатами. В отличие от границ, Одесса всегда открыта для любителей не только ленивого туризма. Кристина Черновалова, Константин Нищерет, телеканал Репортер.